Всем привет дорогие друзья, вы снова на канале час ремонта, а это значит, что у меня для вас есть новая интересная подборка. В этот раз она посвящена лучшим электрическим культиваторам для дачи и огорода. В процессе просмотра вам может стать интересно, где и как купить определенную модель, тогда спуститесь в описании, там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией, а я начну. Hyundai T2000E, один из самых мощных культиваторов в нашем обзоре, обладает мощностью в 2000 Вт или 2,45 лошадиные силы. Основное назначение – культивирование почвы на небольших по площади участков. За один проход может обработать участок шириной до 45 см при глубине в 26 см. За основные мощности отвечает асинхронный двигатель Hyundai. Система передачи крутящего момента цепная, простая и эффективная. Вес агрегата составляет почти 30 кг, поэтому проблем с управлением возникнуть не должно. Ручки могут регулироваться по высоте, что тоже удобно. Перебираться по твердым поверхностям к зоне работ можно с помощью специального транспортировочного колеса. Настройка и первичный запуск также не должны вызывать каких-либо трудностей, так как конструкция агрегата и оснастки крайне просты. Главное – не забывать обслуживать вовремя, а также избегать излишней загрязненности рабочих поверхностей и фрез. Модель довольно дорогая в рамках нашего обзора, но самая производительная и надежная. Не забывайте подписываться на наш канал «Час ремонта», свежие выпуски выходят регулярно, а чтобы не пропустить их, активируйте колокольчик. Champion EC750 – интересная модель культиватора, прежде всего весом в 7,2 кг. Отличный задел в сторону управляемости, за один проход модель обрабатывает ширину в 32 см, при глубине в 22 см. Для такого легкого и недорогого инструмента это неплохой результат, но от мощности в 0,75 кВт чудес ждать не стоит. Твердые почвы придется проходить повторно, так как на глубине культиватор будет вязнуть. На регулярно обрабатываемых почвах же культиватор будет чувствовать себя отлично. Передача крутящего момента от двигателя к фрезам осуществляется через червячный редуктор. Эта модель ориентирована на небольшие придомовые участки, а также для дачных огородов. А вот для целенных земель лучше выбрать культиватор помощнее и потяжелее. Кстати, хочу напомнить, что ссылки на все модели из ролика есть в описании, так что если вам захотелось купить какую-то модель, то загляните туда. Vortex RC4520 – еще один яркий представитель класса легких культиваторов. Мощность средняя среди всех аналогов в нашем обзоре – 1,6 кВт. Его основное назначение – небольшие придомовые участки и дачные огороды. Ширина обработки – 45 см, а глубина – 22 см. Для своих характеристик модель имеет относительно компактные размеры и небольшой вес – около 10 кг. Это сказывается на управляемости в положительную сторону. Также маневренность повышают удобные рукоятки. Для передачи крутящего момента используется червячный редуктор с большим запасом прочности. Фрезы изготовлены из толстенного металла, что также гарантирует долговечность и качество культивации и вспахивания при длительных нагрузках. Сборка и разборка культиватора не должна вызвать каких-либо трудностей. Модель занимает почетное место крепкого середнячка в нашем обзоре. Не забывайте ставить лайки и писать свое мнение в комментариях. Это помогает не только нам в развитии, но и другим пользователям при выборе. Gloria Brill Garden Boy Plus 400 – это скорее электротяпка, нежели полноценный культиватор, соответственно и задачи другие. Глубина погружения – около 8 см. То есть это культиватор для точечных операций для рыхления почвы. Весит аппарат всего 2,3 кг, поэтому его можно смело носить по всему огороду и применять в нужных местах. Работать предполагается стоя, чему способствует длинная телескопическая ручка с органами управления. Посередине есть еще одна ручка для второй руки. Это помогает немного ужесточить хват и повысить маневренность. Аппарат обладает довольно узкой спецификой, не предназначен для больших объемов вспахивания и культивации. А вот для работы на небольших огородах подходит отлично. Patriot Electro 1500 – очень похожая на Vortex RC4520 модель, обладает мощностью в 1,5 кВт. Помогает эффективно избавиться от сорняков, разрыхлить почву, подготовить участок под посадку. Предназначен в первую очередь для небольших домашних огородиков и дачных участков. Электрический привод позволит подолгу работать даже в теплицах, так как выхлопные газы полностью отсутствуют. Размеры модели весьма компактны, а вес составляет всего 10,5 кг. Это позволяет с легкостью управлять культиватором и оперативно перемещать его по участку. Кстати, удобно перевозить его на больших колесах диаметром 135 мм. Конструкция неплохо продумана, есть несколько вариантов защиты от перегрева, случайного запуска, а также модель легко собирается и разбирается. Пользователи в своих отзывах отмечают эффективность, удобство управления и обслуживания, а также компактность модели. Культиватор неплохо смотрится на фоне всех остальных моделей, учитывая его характеристики и стоимость. Deo Power Products DAT2500ER, несмотря на то, что относится к легкому классу культиваторов, обладает самой высокой мощностью в нашем обзоре – 2,5 кВт, и по совместительству самой большой массой – 30 кг. За подачу крутящего момента отвечает электрический асинхронный бесщеточный двигатель с большим запасом ресурса. Это позволяет модели работать даже с плотными грунтами и почвами. Отдельной особенностью культиватора является наличие заднего хода. Небольшой, но весьма приятный бонус, особенно при работе на больших площадях. За один проход культиватор способен зацепить до 55 см почвы в ширину. Глубина вспахивания может достигать 28 см, но если нет необходимости максимальной глубине, то есть возможность установить нужную с помощью сошника. Для удобства перемещения аппарата на передней части есть специальное транспортировочное колесо. Управлять предполагается V-образной рукояткой, на каждой из ручек которого вынесены элементы управления, как на мотоцикле. Модель не самая дешевая в нашем обзоре, но однозначно самая производительная и эффективная, справится практически с любыми видами почвы. Кютер EMC 1600 – относительно недорогой культиватор лёгкого класса с мощностью двигателя 1,6 кВт. Предназначен для обработки небольших площадей до 200 квадратных метров, захватываемая ширина 40 см, а глубина 21 см. Внешний аппарат чем-то похож на модели Vortex RC4520 и Patriot Electro 1500, конструкция практически та же. Да и мощность примерно в тех же пределах, масса более ощутимая – 15 кг. Это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, большая масса гарантирует высокую стабильность продвижения на сложных почвах и грунтах, а с другой немного затрудняет маневрирование и транспортировку. Пользователи в своих отзывах в основном хвалят эту модель за простоту управления и сборки, невысокую стоимость и достаточную мощность. Модель действительно неплохо сбалансирована для небольших огородов и дачных участков. А пока у меня всё, надеюсь, что вы смогли найти подходящую для себя модель, и если так, то загляните в описание, там я собрал все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Обязательно подпишитесь на наш канал «Час ремонта», у нас много интересных подборок, которые выходят регулярно. А если уже подписаны, то проверьте, активирован ли колокольчик, он не даст пропустить свежие выпуски. Поддержите нас лайком и подбадривающим комментариям, это помогает в развитии канала. А сейчас до свидания, встретимся в следующем ролике.